МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Спотцентр ТВ и ее ведущий Сергей Волков. Гость нашей сегодняшней программы Олимпийская чемпионка Атланты 96 Ольга Кузнецова. Ольга Кузнецова. Заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе. Родилась 17 ноября 1968 года в Куйбышеве. Олимпийская чемпионка Атланты в 1996 году принимала участие еще в двух олимпиадах. В 2000 году в Сиднее и 2004 год в Афинах. Двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, многократная победительница крупных международных турниров, многократная чемпионка и рекордсменка России. С 1988 года и по настоящее время член сборной сначала СССР, а потом России. Награждена Орденом Дружбы Народов. Выступает за спортивный клуб ЦСКА Самара. Воинское звание – подполковник запаса. Тренируется под руководством мужа, заслуженного тренера России Владимира Кузнецова. Закончила Куйбышевское музыкальное училище, Самарский педуниверситет, Самарскую академию государственного и муниципального управления. Хобби – живопись, разведение животных. Здравствуйте, уважаемый товарищ подполковник. Я правильно обращаюсь к вам? Правильно, здравствуйте. Не могу руку приложить к голове, потому что не военный человек и не в фуражке. А я тоже не военный человек, я уже подполковник запаса. Вот так-то вот. Честно говоря, для нас Ольга Кузнецова – это армейский в первую очередь человек, потому что все заслуги в стрелковом спорте связаны как раз с армией. Но я с армией и не прекратила свои отношения. Я сейчас там же на ставке, только уже на гражданской. Вот мне кажется, что время остановилось, Оль. Мы находимся в том стрелковом тире на Старозагоре, на улице Старозагора, в армейском, скажем так, центре стрелковом, где 20 лет назад ты готовилась к Олимпиаде Атланты, к Атланте 96. И где 30 лет назад я начала заниматься пулевой стрельбой. Причем самое интересное, я вот когда читал твою визитную карточку, честно говоря, уже подзабыл, что оказывается, ты пришла в довольно уже в таком возрасте уже не солидном. И после окончания, или даже во время учебы в музыкальной школе. В музыкальном училище. Скажи, а вот я никогда как-то в голову не приходилось спросить, а ты на чем играешь? Да, конечно. 11 лет музыкального образования все равно не пройдут даром. Играя и на фротопиано, и на аккордеоне, и на гитаре. Фантастика, просто фантастика. Потому что так получалось, что мы встречались с тобой на больших спортивных форумах, и как-то вот свое искусство ты как бы не очень-то демонстрировала. А скажи, прочитала опять же в визитной карточке, что оказывается ты еще и художница? Ну, у меня есть несколько картин, и вышивкой я занимаюсь. У меня сейчас загородный дом, вот я там все их и развесила. Как ты все успеваешь? Ну, я как-то человек достаточно энергичный, и худшее для меня – это ничего не делать. Поэтому вот даже уезжая на сборы, я обязательно беру несколько дел. То есть это надо вышивку взять, это надо вязание взять, это книжки надо взять. То есть вот это категорически не для меня – это лежать и смотреть в потолок. Это трагедия сразу. Мне обязательно надо что-то делать. Ну вот 20 лет прошло после твоей олимпийской победы в Атланте. Для тебя это по-прежнему – это сказочный сон? Как часто ты вспоминаешь это Атланту? Ну, вспоминаю я, конечно, редко, но это, да, это осталось очень приятное воспоминание. Это тот сказочный сон, который, в общем-то, помнить будешь всегда. Но олимпиады – это всегда очень соревнования необычные. Их нельзя ни с чем сравнить. То есть у меня были там десятки чемпионатов Европы, мира, там чего-то другое. Но олимпиады – это другое, это совсем другое. Там совсем другая атмосфера. Ее нельзя предвосхитить, ее нельзя предсказать, что будет на ней. То есть не только я говорю, что на олимпиаде медаль дают, сверху дают, а не ты зарабатываешь. То есть ты можешь быть прекрасно готов, но на олимпиаде у тебя ничего не получится. И можешь что-то у тебя не так пойдет, но тебя как-то выведут и так, что ты завоюешь медаль. То есть там как-то она свыше дается. И не только я это говорю. То есть это не просто фарт? Вот именно, что очень много на олимпиаде вот этого фарта. То есть повезет, не повезет, удача как тебе обернется, какой стороной. Вот там очень много зависит от удачи. Ну вот смотри, накануне олимпиады в Атланте ты была на предолимпийской неделе и стреляла, по-моему, в том же цире, да? Да. Что и на олимпиаде. Да. То есть вроде бы как бы приноравливалась к обстановочке, к этой. Тем более, что обстановка-то такая влажная. Погода в Атланте обычно и во время олимпиады была, и жирковато было. И в то же время, на предолимпийской неделе, ты выступил не совсем удачно. А это и хорошо. Вот такой вот взрыв на олимпиаде. Вот я уже сколько раз замечала, если люди выступают хорошо на предолимпийской неделе, то на олимпиаде может у них и не получиться. А вот наоборот, не совсем удачно выступление на предолимпийской неделе как-то подхлестывает. И уже зная вот эту всю обстановку в тире, ты еще больше собираешься. То есть это может быть и так. Я сидел в Атланте в пресс-центре, стрелки открывали программу олимпийских игр. И, честно говоря, мы не очень-то верили в тебя. И для нас была большая неожиданность, что вдруг мы смотрим, наша девушка из Самары, значит, стреляет, выходит в финал. И вот я, например, сломя голову, помчался на это стрельбище и успел в последний момент. Хорошо мне повезло. Я попал уже, встретились мы после допинг-контроля. И в то же время на телевизионных кадрах, то, что мы видели в пресс-центре, мы все видели, как у тебя ходила рука во время последнего выстрела, который, собственно, и принес тебе золотой номер. Вот я о чем и говорю. Мне было настолько его делать сложно, что я могла попасть в любую пробои, начиная от шестерки, кончая десяткой. Вот это тот самый фарт, о котором я и говорю. Финал проходил очень быстро, очень стремительно. Мы буквально между выстрелами отдышиваться не успевали. И вот это вот напряжение, вот это финальное напряжение, это нервное, оно настолько сказалось, что я действительно на последний выстрел подняла руку, ну, она тряслась буквально как овечий хвост. То есть там... Это именно та судьба, которая мне дала эту медаль. Потому что вот буквально за день до этого были соревнования среди пистолетчиков мужчин. И китаец, который шел на золотую медаль, он на последнем выстреле потерял сознание. И уже, производя выстрел, он уже начал падать. И попал в шестерку, и проиграл две десятых золотую медаль. И вот глядя на это, у меня муж сидел рядом, говорит, ты только вот так не делай, ты мне здоровая нужна, мне не надо вот, чтобы ты сознание теряла. Потому что он знает, какое напряжение на финале. Ну, я тоже там почти потеряла сознание, но именно уже после последнего выстрела я села, и у меня сознание поплыло. И повело так немножко. Повело, да, повело меня. Я вот, я действительно, я села, я отдышалась, вот я все, у меня сознание повело немножко, но потом я пришла в себя. Но это было уже после последнего выстрела. Ну, ты испытывала подобное состояние вот на следующих двух олимпиадах, которые не принесли тебе олимпийские медали. Ну, как? Или это вот действительно в жизни человека, спортсмена, бывает так, когда сходятся все звезды в один день, в один час, в одну минуту. Да, да, это бывает так. И ты уже чувствуешь, что это, наверное, твой действительно звездный час. Ну, нет, я до последнего этого ничего не чувствовала. То есть нельзя сказать, что я вышла, и я знала, что у меня будет медаль. Да ничего я не знала. Стрельба, вид спорта непредсказуемый. А сколько раз бывало, что вот в чужую мишень стреляли, опять же от волнения, и все, и отдавали золотую медаль. Бывало и такое. То есть у нас настолько психически, психологически сложный вид спорта, что предусмотреть все невозможно. И как это все повернется, невозможно. А насколько вот велика роль эмоциональной поддержки трибун? Вот я знаю, что и помню, что в Атланте за тебя болела немногочисленная группа поддержки. Группа наших американских друзей. Американских друзей, да. Ну, какая-то очень добрая, такая доброжелательная обстановка была. И как-то верил, что действительно вот они могли как-то поддержать действительно по-настоящему. Может быть, может быть. Я не знаю, как там это происходит. Может быть, слюиды какие-то. Вот я говорю, я не знаю, как там происходит на энергетическом уровне. Ведь не секрет, что там кто-то привлекает каких-то там или медиумов, или кого-то там экстрасенсов вот этих всех, да, которые вот там создают какой-то определенный... А ты веришь вообще в это, что это можно? Я верю. Что можно сглазить стрельбу и хорошего стрелка просто, так сказать, практически уничтожить? Я верю в это, потому что меня практически уничтожили, и в этом было доказательство. Шесть лет до Олимпиады с нами занимался, был на сборах биоэнерготерапевт, который вот с этими рамочками вот ходил. После Олимпиады, когда я приехала на сбор, на первый, он был в таком шоке, это не сказать ничего. Он сказал, ты еще жива? Я говорю, а что такое? Он говорит, тебя убили почти. Вот он когда мерил вот этими рамками, первого поля у меня не было вообще, оно было сломано. Второе было на уровне метра, а третье на уровне 7 метров с 15. То есть ты уверена, что какие-то соперники, которые энергетически воздействовали на тебя? Я не знаю, кто воздействовал, но может быть это само напряжение эмоциональное, но объяснить это нельзя, я в этом не разбираюсь. Но то, что показали рамки, я просто это видела. Но вот потом, да, потом я где-то полгода восстанавливалась, здоровье восстанавливала. И вообще любые крупные старты, особенно Олимпиады, это большой стресс для человека. А как-то это связано вот с не совсем удачным выступлением в Сиднии, где ты была, так сказать, у Пьедестала, в Афинах, где одного выстрела, по-моему, не хватило тебе, да? Одной десятой, да. Одной десятой не хватило, чтобы попасть в восьмерку финалу. Да, да нет, я думаю, с этим не связано. Просто именно вот тогда, в 96-м году, у меня был пик формы. Я и до этого полтора года, я, в общем-то, выиграла все соревнования. Я была очень хорошо готова и технически, и психологически. То есть это был вот тот расцвет именно формы, который и дал, в общем-то, результат. А в Сиднее я уже немножко похуже была готова. То есть в финал я вошла, но мне уже не хватило сил на финал. То есть вот этих вот, у меня какая-то, я помню, на меня... Батарейки сели? Да, вот именно, в общем-то, какие-то энергетические батарейки сели. То есть я выложилась вот на стрельбе, а я помню, я пришла вот на финал, я готовлюсь на финале, я сижу, а вот мы со Светой Смирновой тоже стреляли с Питера, она тоже в финале была. И я ей говорю, я не хочу идти на финал. Она говорит, ну ты что, ты соберись, давай. А у меня настолько вот апатия, то есть вот это торможение пошло, что мне уже было все равно. А это вот уже, конечно, не то. Вот на таком равнодушии... То есть стояние игроки, как у боксера, который получает по челюсти, да? И вот в таком нокдауне, как бы, да? Ну, да, какая-то отрешенность вот эта вот, отрешенность, равнодушие полное. Сильный стресс, он меня тормозит. Я наоборот, я не пытаюсь там горы свернуть, а я наоборот, ничего не хочу просто. Вот там был настолько сильный стресс, что вот он затормозил меня окончательно. А хотела стать двукратной олимпийской чемпионкой, как минимум? Да я никогда не ставлю перед собой таких целей. Нельзя, вот в стрельбе нельзя себе ставить цель выиграть медаль. Это можно сразу брать лопату, копать яму. У нас очень психологичный вид спорта. У нас вот это... Об этом думать нельзя. У нас можно думать только о технически правильном выполненном выстреле. А уже медаль, это уже его следствие. Ты начнешь думать о медали, ты начнешь не технически правильный выстрел делать, а десятку выцеливать. И все, и ты ничего не попадешь. Ну вот у меня в руках фотографии, сделанные в Атланте. Да. Вот, расскажи, пожалуйста, кто на них изображен, и, так сказать, какую роль вот эти вот люди в твоей жизни сыграли. А, ну вот это наши друзья. Вот это Макс и Марти, наши американские друзья с Флориды. Вот они приехали специально за меня поболеть, попереживать. Они очень обрадовались. И вот потом мы к ним уехали в гости. А это вот Поликанин, это наш был председатель Стрелкового союза, это СССР и так далее, России в то время. Ну, это на пресс-конференции. На пресс-конференции, да, да. У меня сохранилось, кстати, в архиве, мы обязательно посмотрим. И на первой фотографии, если... Это Владимир Михайлович, Владимир Михайлович и ваш покорный слуга. А, ну да, да. Маложе на 20 лет. А, ну вот поэтому я вас не узнала, богатым будете. Ну вот видишь как, времена идут, меняются, вот, но остается память. Вот твое удовольченное выступление в Атланте, оно бы как бы локомотивом стало таким движухой для всех ребят из нашей самарской делегации. То есть из сборной России. Да, мы тогда... Алексей Немов, Олег Саитов. Саитов, да. И так далее, и так далее. И это было очень здорово. Ну, запевку, вот эту вот, олимпийскую запевку, конечно, все и началось с тебя. Стрелки всегда начинают. У нас вот почему-то именно стрельба, прям в первый день Олимпиады и в первую неделю у нас весь наш вид спорта проходит. Если в том же, в Австралии все так на нас обижались, потому что у нас какие-то неудачи шли. Очень много народу было в финалах и много четвертых мест. И они, эх вы, стрелки, вы заразили команду всю четвертыми местами. Ну, вот было и такое. А вот из трех Олимпиад, на которых ты побывала, ну, я понимаю, что Олимпийская победа, это, наверное, самое яркое впечатление. На какой Олимпиаде вот было чувство, на двух, видимо, последних, чувство, что что-то зависело, наверное, от тебя, чтобы еще раз шагнуть на пьедестал. Да всегда все зависит от нас. Какое-то слабое звено ты в себе так увидела, которое, может быть, потом мешало тебе и попасть на последующие какие-то Олимпиады. Ну, я думаю, что резервы организма, они все равно какие-то истощимые. Очень мало спортсменов, которые ездят на несколько Олимпиад и на всех этих несколько Олимпиад берут медали. А у тебя задача была такая? Ну, вообще, у нас всегда ставится задача медаль-то взять. Это только олимпийский девиз. Это, как сказать, главное участие, да? Главное не победа, главное участие. Нет, конечно, у нас и с советских времен у нас план был медальный. То есть его еще никто не отменял. Но вот что-то непонятное такое было. А ты не боялась разговоров за спиной, что, ну, Кузнецова спекла, все, ей уже пора уходить, она уже не тянет, что называется. Ну, если я чувствую, что я сейчас уже не тяну, я поэтому спокойно и ухожу. Тем более сейчас подросла очень хорошая молодежь. И мне сейчас есть на кого оставить сборную. В чем секрет спортивного долголетия Ольги Кузнецовой? Ну, спортивное долголетие – это в том, что она преданно любит данный вид спорта. Она без этого просто жить не может. Это одно. И, соответственно, вся жизнь построена таким образом, чтобы соблюдать, соответственно, тренировочный процесс. Свободно, ну, в общем-то, было время для посещения других мероприятий. Но и самое главное – вот это вот время, заслуга, так сказать, ее – то, что она не пропускает тренировки. Соответственно, и тут мышечная память постоянно помнит о том, как надо делать выстрелы, как надо держать пистолет. Олимпийские чемпионы – это уникальные люди? Олимпийские чемпионы – да, это люди уникальные, которые к своему таланту прибавили огромное трудолюбие. Вот только два этих сплава позволяют именно стать олимпийскими чемпионами. Совсем еще недавно, еще буквально два-три месяца назад, ты была одной из кандидаток на поездку в Бразильский Рио на очередную Олимпиаду. Да. А почему? А что случилось? Почему ты не поехала? Я вам расскажу, что случилось. Наше руководство решило полностью поменять систему подготовки. Может быть, это и правильно. Может быть. Ты пришла на новый вид оружия? Нет, не на новый вид оружия. Ты по-прежнему стреляешь из Вальтера? Нет, я сейчас стреляю из Пардини. А система подготовки заключается в чем? Сейчас очень большое внимание уделяется общей физической подготовке. И намного ее стало больше. Во-первых, наше руководство вернуло практически советскую систему подготовки, когда спортсмен сидит на сборах месяцами и не бывает дома. Как хоккеисты в свое время у Тихонова, Тарасова и Чернышова. Вот у нас к Олимпиаде подготовка началась, по-моему, в октябре прошлого года. И я 7 месяцев не была дома практически. То есть приезжала со сборов 2-3 дня, перепаковывала вещи и уезжала на следующий сбор. Забросила семью, свою живность. Живность свою, семью забросила, все забросила. Но они говорят, если вы отказываетесь от сбора, вы вылетаете из олимпийской команды. Отказываться было нельзя абсолютно строго. Мало того, очень жесткий график был. То есть там завтрак, ОФП, тренировки, обед, ОФП, тренировки, ужин, отбой. То есть это все, грубо говоря, как в армии, если не как в тюрьме. То есть это все настолько жестко. И попробуй, куда не приди. И попробуй, вовремя не приди. То есть это все очень сильно каралось. И потом намного больше стало вот этой общей физической подготовки. Начиналось с того, что день у нас начинался с построения и 6-километровой прогулки. А зачем? Чем это объяснялось? Чем это объяснялось? Да, что именно насыщение сердца кислородом. Ну а, грубо говоря... А тебе это надо? Извини. Нет, вообще это не надо. Вот именно, что было. И потом, значит, после обеда серьезное ОФП, на тренажерах час, там всякие там пилатес эти, гимнастики, аэробики и так далее. Ну то есть в оптической ты поменяла методику подготовки свою? Да вообще. Которая складывалась десятилетиями, я не говорю даже годами, десятилетиями складывалась. И потом, если я почти 50 лет не занималась ОФП, мне начинать ОФП заниматься в моем возрасте, причем там не было градаций по возрасту. Там 19-летний и я в 48 лет. Меня заставляли заниматься так же. И попробуй не позанимайся. И за 7 месяцев меня просто выжили так, что я теперь сама туда не хочу, я просто это не выдержу. Ты ушла из сборной? Нет, я не то, что ушла из сборной. Это произошло как бы, нет, меня отчислили из, то есть там тех людей, которые уже им были, не были нужны как бы в Олимпийской, она сокращалась вот эта вот, то есть вызывали все больше, группа подготовки сокращалась. Там к подготовке подключили еще науку, то есть вот это вот институт физической культуры, научно-исследовательский институт физической культуры. Научные бригады, как были в советские времена. Как КНГ, да. Нас постоянно брали кровь, у нас постоянно брали анализы, нас возили в этот вот, в НИИВК, мы там и велосипеды крутили, и там какие только с нас не брали вот эти вот параметры, то есть они постоянно смотрели, как вот мы, состояние организма. И вот это все с научной точки зрения, там очень серьезная была подготовка, ну меня, честно говоря, это добило уже, да. Но я к этому не была готова, мне это было очень тяжело. Ну, молодежь может приспособиться, но мне в моем возрасте уже такая система подготовки не похожа. И поблажек олимпийским чемпионам не было никаких? Нет, никаких, никаких, абсолютно. Ну, можно было учитывать какие-то личностные данные какие-то? Даже ГТО учитывает разные возрастные категории. Конечно, да. А здесь не было никаких поблажек. И как получилось расставание это все это? Они, значит, мне сообщили, что я отчисляюсь за систематическое нарушение системы подготовки. Ну, потому что я сказала, я не могу ходить 6 километров. Я ходила там, ну, 3 километра, столько, сколько я могу. Я не могу тем темпом идти, как 19-летние там вперед дуют. Я шла своим темпом, приходила одновременно со всеми, но я, естественно, проходила меньше. Ну, и там еще другие там, тут тоже я там, если там другие бегали, я не могу бегать, я хожу. Но это не учитывалось то, что вот у меня, я в два раза старше всех, а то и в три раза. Но ты не обиделась настолько, чтобы завязать со спортом, уйти из порта? Нет, я была рада, что наконец-то я могу дома быть, что вот это вот весь ОФП наконец-то закончилось, 7-месячное. И я могу наконец-то насладиться именно стрельбой, а не ОФП. Сколько лет ты была в сборной России? 30 лет. Я считаю, что достаточно. Я теперь сосредоточусь на... Да, с большим, с большим. Сейчас в сборной России такая система подготовки, она и дальше будет, которую могут выдержать только молодые. К сожалению, уже возрастные стрелки это не выдержит ни один. Ну, ты, наверное, сделал это с облегчением. Почему? Потому что ты завоевала все мыслимые и немыслимые титулы в стрелковом спорте. И я не бросаю стрельбу, я буду теперь стрелять с большим удовольствием за сборную Самарской области и буду это еще продолжать как минимум лет 5, потому что в нашем виде спорта не важен возраст. Здесь важно желание и здесь важны какие-то физические такие параметры, то есть там зрение, здоровье, но в первую очередь желание, мотивация. Если нет мотивации, если ты не хочешь этим заниматься, то лучше бросить. А какую для себя, какую-то цель ты ставишь все равно к чему-то стремиться? Ведь просто тренироваться это как бы или повторение пройденного уже идет? Нет, нет, у меня есть цель, но она может быть не связана с результатом. У меня есть цель получать удовольствие от соревнований. Просто за эти годы мой организм привык работать. Он привык соревнования воспринимать как тяжелую физическую работу. Из-за этого накопились психологические проблемы. То есть это вот всякие вот эти фобии, это панические атаки, это вот эти боязни соревнований. Это просто какие-то вот проблемы именно психологии. И вот сейчас, когда действительно, что для меня стрельба стала не такой тяжелой работой, а можно сказать хобби любимым, то надо снова научиться получать удовольствие от соревнований, идти с радостью, а не на нудную какую-то работу. На нудную, тяжелую работу, которую организм не хочет делать. А нет желания воспитать кого-то из своих учеников, кто может повторить такой блестящий путь? Может быть, это и будет в будущем, я говорю, пока, вот ближайшие годы я не собираюсь заканчивать, потому что и результат пока есть, и силы есть, и желания есть. А там, может быть, и перейду на тренерскую работу. Никто не знает, что дальше будет. Поскольку мы находимся в этом стрелковом тире, как ты думаешь, будущее стрелкового спорта Самарской губернии, насколько вот видны олимпийские перспективы? Ну, у нас ведется большая работа. Вот кто пойдет по твоим стопам? Кому ты передашь олимпийскую эстафету? Может быть, это звучит пафосно? И чтобы все знали, что, оказывается, олимпийский чемпион рождается вот в таких условиях. Ничего здесь необычного нет, все как обычно. Ничего необычного нет. И, оказывается, любой может человек прийти в этот стрелковый тир, в конце концов, и повторить вот что-то сделало. Ну, для того, чтобы вырасти олимпийским чемпионом, надо прийти в этот тир ребенком. Это раз. И положить на этот вид спорта много лет, чтобы добиться результата. Нельзя прийти во взрослом возрасте и завтра стать олимпийским чемпионом. Я считаю, что мне повезло, что я пришла в достаточно солидном возрасте. 18 лет уже у нас не берут таких. А ты почему, кстати, своего сына не привела в стрелковый? Почему? Он стрелял. Ну и как успехи были? Его, во-первых, это не заинтересовало. Успехи были недостаточные, чтобы заниматься серьезно. А я все-таки считаю, что для того, чтобы заниматься профессиональным спортом, как и музыкой, впрочем, это прежде всего нужен талант прирожденный и упорство, и желание заниматься. Может быть, ребенок очень талантливый, но если он не хочет заниматься, его не заставишь. А бывает, что дети очень хотят заниматься, готовы с утра до вечера, но нет у них таланта. Опять же, ничего не будет. И только именно слияние желания и таланта даст результат. Насколько была велика роль тренера и мужа Ольги Кузнецовой, Владимира Михайловича Кузнецова, в подготовке олимпийского чемпиона? Ну, сказать насчет мужа Владимира, это высокая класса специалист, который знает, как подойти. И подошел он, я так скажу, своеобразно. Девушка пришла к нам, перворазрядница, и он ее подготовил до мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта. Хотя, посмотреть, он сам не великий стрелок. Он кандидат в мастера спорта СССР, стрелял в скоростную стрельбу, но то, что он умел и пользовался этим, семена, которые он бросил, зашли на благодатной почве, и, естественно, всходы и результаты, они появились, и довольно-таки очень быстро. Это идеальная формула успеха? Вы знаете, в общем-то, да. Потому что у нас тысячи, а из тысяч выбрать одного человека, который сделает золото, это очень тяжело. Воль, у нас постоянно тяжелые времена экономические. Не успел один кризис, появляется второй, потом третий и так далее. Вот мы находимся в армейском стрелковом тире, где раньше просто там не было никакого дефицита. И стреляли, приходили кто хотел, и нормы ГТО сдавали. А сейчас я понимаю, что положение изменилось. И чтобы воспитать нового олимпийского чемпиона, нужно преодолеть громадное количество барьеров. Это решить вопрос и аренды тира, покупки патронов каких-то. Насколько изменилась сейчас система? Мы можем ждать, что какого-то взрыва в этом плане? Или нет, мы катимся по наклонной плоскости? Ну, что-то взрыва пока незаметно. Я думаю, что чтобы был взрыв, надо гораздо больше и финансировать этот вид спорта, и внимания ему уделять. Но если столько лет существует, у нас практически единственный нормальный тир в городе, а ведь вся стрельба ведется на открытом стрельбище. У нас нет открытого стрельбища. У нас оно было в советские времена, которые потом господин Макашов у нас его отобрал и отдал под дачи, где у меня сейчас вот дом. Да, мне хорошо, но стрельбища у нас нет. Вот обычные люди ностальгируют по тем местам, где что-то в жизни произошло очень большое, важное. Да нет, я не знаю. Да нет, желание вернуться в Атланту и посмотреть, как там сейчас? Да, во-первых, там уже и стрельбища этого нет. Его уже разобрали потом, после Олимпиады. Далеко не все спортивные объекты сохраняются после Олимпиады. Даже, по-моему, в Греции такое шикарное стрельбище, все в бетоне там, все. Его же потом разобрали. А почему? Потому что Греции не нужно такое огромное стрельбище. Его содержать надо, его обслуживать надо. Это дорогостоящий объект. Его просто потом разобрали. Поэтому нет, у меня ностальгии нет. У меня просто есть приятные воспоминания. Это тоже хорошо. Как ты считаешь, вот в своей спортивной жизни ты выполнила все? Я думаю, да. Спасибо тебе за сегодняшний разговор. И надеемся, что у тебя хватит здоровья, сил, оптимизма по-прежнему быть в авангарде нашего самарского спорта. Я думаю, что хватит. Надеюсь, что будет так и дальше. Это была Ольга Кузнецова, олимпийская чемпионка Атланты 96. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok